Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот планшетик текластовский 8 дюймовый на виндовсе 10 и андроиде x80 hd у меня был планшет h80 hd когда-то еще несколько лет назад и он довольно таки долго прослужил у меня потом я его использовал был с hdmi выходом я его использовал как подключал к телевизору и до долго очень пользовался там было по моему 1 гигабайт оперативки и что-то 8 или 16 гигабайт ром памяти ну очень мне нравился тот планшет и очень долго он прям про пользовался потом перестал батарею держать были проблемы вот этот же у нас на 2 гигабайта оперативки и по-моему 32 гигабайта памяти 2 гигабайта оперативки для windows 10 я думаю но это как бы маловато очень маловато то есть минимум я думаю нужно 4 на планшете вот плюс здесь процесс у нас бейтрейл z3735 но 64-битный но я думаю что он не будет вытягивать то есть оперативки все равно мало вот так он выглядит вот такая вот крутотень небольшой совсем маленький что у нас еще здесь у него есть процессор я назвал так имеет он айпи с экран с разрешением 1280 на 800 на 5 касаний угол обзора заявлен 178 градусов bluetooth 40 камера 03 фронтальная и 2 мегапикселя задняя поддерживает 4к качество якобы видео и батарея на четыре с половиной тысяч миллиампер часов для такого размера это довольно таки неплохо мой lenovo которым я пользуюсь имеет там 3000 по моему если память не изменяет немного вот здесь вот пошатывается пластик в остальном вроде бы все отлично в такой белый красивый 2 я его покупал 53 доллара это нереально дешево и ну очень очень круто я его покупал на gd вот давайте посмотрим что мы имеем почему-то он не включился скорее всего разряженный и наверное у него идет сильный а нет включается о кстати мышка появилась можно выбрать android windows ну давайте выберем windows вначале здесь у нас разъем для sd карточки сверху у нас подключение usb наушники hdmi включение качелька громкости больше ничего и микрофон снизу sim карты здесь вставлять нельзя внук карта памяти все 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 вайфай версия ну очень 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 круто выглядит вот пока я пленочку снимать не буду защитную транспортировочную от креплю только вот эту вот наклеечку то есть на стекле налеплена транспортировочная пленка но я их обычно не стираю они у меня выступают как защитные если нет стекла вот итак смотрим что он заряжен показывает ну наверное долго грузится давайте отложим и посмотрим что у него здесь в комплектации еще есть убираем у нас есть от и джи кабелёчек с микро юсб и давайте посмотрим инструкции инструкция такая здоровенная на китайском языке других языков нету вот от и джи кстати можно через него подключить модем 3g и пользоваться 3g в дороге но это как бы совсем не не совсем практично но выйдет намного дешевле чем покупать и такой же планшет с 3g допустим потому что там ну модем стоит не знаю там 50 100 гривен до 4 долларов плюс sim карту ну sim карта это отдельно что так что так покупать то есть покупая в 4 3g модем за 4 бакса и все у тебя 57 баксов получается планшет с 3g но это будет выглядеть как то вот так здесь будет болтаться 3g модем вот с такой антенной но в принципе можно пользоваться и он это поддерживает кстати почему-то он не включается вот сколько я сейчас попробую включить тогда на зарядку может ему не хватает зарядки здесь у нас кабелек зарядника нету и что у нас здесь написано нам нужно 5 вольт 2 ампера нам нужно вот но это желательно на меньше амперах будет меньше заряжаться ставлю его заряжаться и потом посмотрим и так загрузилась то есть я на зарядку поставил сразу он загрузился выбираем русский язык вот выбираем кстати на t-class tf8 у меня тоже в windows и 10 выбирался русский язык и все отлично идеальный перевод то есть там home версия windows состоит и все отлично и но это я рассказывал в про него там но имею ввиду что я когда смотрел раньше обзоры вот китайский windows он говорят что русский есть для выбора но она все равно там много китайцами здесь же получается нету ничего то есть вот теперь в порядке юридические моменты давайте быстренько прочитаем все вот ну все внимательно прочитали погнали дальше беспроводная сеть подключаемся ну и в общем не кажется что я ошибался потому что выбрали английский и русский язык везде а вот у нас теперь пошли дальше дальше ввели пароль от вай фая и появился английский и just the moment и так далее и тому подобное но нажал далее и теперь у нас подождите на русском высвечивается и все на русском добро пожаловать то есть наверное все таки я ошибался потому что планшет изначально этот продавался он шел на видос 8 и я думал что в этой версии которая я не знал что в них теперь начали пихать десятку хотя может просто накатили на восьмерку десятку или непонятно то есть вот опять на английском кстати я вот сейчас включаю и вот здесь вот такую довольно таки теплые вот здесь вот в этом моменте довольно таки теплый пластик но рукой держать как бы дискомфорта нету но достаточно таки тепло настраивая тапсы наши касания такие точечки видите остаются где мы прикасались для того чтобы убрав руку можно было понять где мы держали такая полоска след полоска когда движ по экрану тоже прикольно у нас вот здесь что у нас получается кстати быстро все работает ухты довольно таки быстро все работает и ну отличный отличный планшет на windows 10 и она не ожидал такой скорости работы действительно все хорошо работает давайте посмотрим сколько у нас здесь памяти свободно у нас и 18 гигабайт вот ну давайте попробуем что-нибудь запустить интересно так например нам того для работы нужен да допустим excel запустить для выхода в офис и excel пришлось создать учетную запись но все отлично работает то есть действительно очень прикольно сейчас он пока загрузился или что или я не активировал вот уже притормозил но только что до того как я его выключил он работал отлично и единственная что не пойму здесь как поменять чтобы допустим в этом положении он работал то есть ну горизонтально только вертикальная сколько я тут нишу не пытался настройки найти и так далее то есть все работает только вертикально ладно давайте в офис закроем попробуем еще раз его открыть возможно вот допустим excel это я уже здесь немножко пошаманил вот такие вот формулы написал все работает отлично никаких проблем нету можно работать в экселе спокойно но я не знаю как насчет больших файлов там весом и там баз данных каких-то но работает все весело и быстро давайте еще офис попробуем запустить еще разок уменьшил сильно вот так получше как видим все неплохо работает закрываем здесь у нас есть видеоролик прям длинным нажатием мы открываем меню так подождите длинным нажатием открываем меню и почему почему open и звук играть где-то вот отсюда но играет довольно таки звонко и можно посмотреть кино и так далее здесь у нас ролик про то как поменять как поменять язык но я так и не понял как повернуть на наискость да то есть вот не переворачиваться не переворачиваться то есть нужно искать инструкцию вам скорее всего он наверное такого не умеет ну хотя может и умеет нужно поискать просто на фоп да порыться я думаю что у него уже много есть инструкций там доработок и так далее можно язык здесь у нас получается русско-английский то есть меню все вот это вот на английском видите вот часть на русском часть на английском поэтому можно я не знаю вылечиться это обновлением допустим windows а но накатить windows я уверен что можно сюда нормальный уже с нормальной русификации но этим бы заниматься не будем давайте попробуем перевестись на android опять пришлось вернуться к зарядке потому что оказалось здесь какой-то глюк с отображением правильности заряда батареи то есть батарея все-таки была полностью разряжена но windows показывал что заряд полный вот и при перезагрузке он отобразил что полностью заряд разряжен смотрите много приложений я на китайском языке то есть китайских приложений здесь у нас интересно что это update вот какой-то update на китайском но все работает быстро на андроиде на винде мне очень все нравится вот единственное что нужно почитать будет на fpda как что здесь понастраивать и немножко убрать избавиться от китайского языка в остальном во всем планшет уже проверены то есть но люди много есть обзоров по нему и всего и он мне очень нравится то есть тот то впечатление которое получил ну очень классный здесь даже защитная пленочка сзади есть вот кстати я не снимал давайте отключим и поставим чехольчик чехольчик я покупал на gear best вот он пришел намного раньше чем сам планшет вот все отлично села зашел как родной вот но здесь нет али функции которая при открытии разблокируется у меня на п-8 на леново разблокируется в общем ну круто все вот есть для перехода в windows все работает все отлично по удаляю андроидовские приложения отличная рабочая машинка фильмы смотреть там можно в excel и полазить или еще что-нибудь ну очень прикольно тут андроид кстати переведен хорошо на русском все все отлично вот учетная запись на китайском давайте посмотрим что у нас здесь модель x80 hd версия android 444 и в андроиде поворот экрана работает все отлично от китайщины избавился легко все удалилась без проблем просто берем ну как обычно приложение удаляем все здесь у нас исчезло также отключил китайский язык да то чтобы клавиатура была уже нормально вот в принципе ну то что android немного староват но это как бы мелочи я считаю то есть вполне все отлично работает гладко быстро вот допустим видео бокс тот же но в чехле о тихо то есть так он играет на достаточно нормально но когда чехол и мы закрываем получается он-то открыт здесь колонка колонка динамик но когда мы в чехле естественно становится намного тише вот то есть это на максимальной громкости ну давайте посмотрим что нибудь может больше лучше качество есть громче да этот громче вот открыли вот так ну ну тиховато все равно поменял медиаплеер то есть микс плеер поставил все равно тиховато под windows сам работает намного громче вот на этом у меня все буду разбираться чтобы избавиться от китайщины может перепро пире установлю android может переустановлю windows посмотрю на фопы да это всю информацию но то что я увидел этот планшет ну действительно очень прикольный очень классный быстро все работает качественно приятно приятно работать приятно им пользоваться удобный маленький небольшой давайте чехольчик вот так поставим на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок а